Всем привет! Хочу еще раз вам напомнить об очень интересном радиолюбительском цифровом виде связи VSPR. Почему он мне очень нравится, я вам скажу чуть позже. А сейчас хочу рассказать о том, что для этого протокола появилась программа, работающая под управлением Android. То есть на различных смартфонах, планшетах она может работать. Не просто программа, а полнофункциональная программа. Она декодирует сигналы из эфира, отправляет их в интернет. На смартфоне же у нас обычно есть интернет. Отправляет в интернет на центральный сервер VSPR, где потом все могут видеть результаты этих радиосвязей и наблюдений. Она естественно по GPS определяет координаты, сама автоматически устанавливает мой QTH локатор. Она может передавать точно также, формировать низкочастотный сигнал, который мы потом подаем на трансивер и все это уходит в эфир. То есть полностью готовый комплект VSPR у нас есть на телефоне, благодаря этой программе. Программу эту написал мой знакомый радиолюбитель, он распространяет ее совершенно бесплатно, а я вам сейчас покажу как она работает. У меня сейчас здесь есть трансивер FT817 с аккумулятором внешним, так как внутренний у меня уже разрядился. К трансиверу подключен смартфон через вот такой вот кабель. Кабель, кстати говоря, с схемой VOX, производства фирмы Radeal. Удобный кабель. В 817 нет встроенного VOX для работы цифровыми видами, и поэтому вот такой кабель приходится использовать. И на смартфоне у меня сейчас запущена эта самая программа, которая декодирует и формирует сигнал VSPR. К трансиверу подключена дипольная траповая антенна на диапазоны 40 и 20 метров, тоже производства фирмы Radeal. Вот так получилось, что у меня и кабель, и антенна сегодня Radeal, но видео не об этом, а о программе. Я сейчас работаю в VSPR на 20-ти метровом диапазоне, 14 МГц. Программа, конечно же, к сожалению, не может управлять трансивером по CAD-интерфейсу, потому что просто на смартфоне нет этого CAD-интерфейса, и приходится вручную на трансивере выставлять нужный диапазон и нужную частоту, и соответственно устанавливать этот же диапазон в настройках программы. Вообще в настройках нужно указать свой позывной QTH локатор, либо он может выставиться автоматически по GPS-координатам, выставить какой мы мощностью работаем. Опять-таки, если я в трансивере выставил среднюю мощность в настройках 2-2,5 Вт, то и в программе тоже нужно указать, что это мощность 2 Вт. И различные вспомогательные еще есть настройки в программе, например, отправлять или нет данные приема декодирования на сервер через интернет и тому подобное. Помимо того, что программа отправляет принятые декодированные станции, услышанные в формате ВСПР через интернет на сайт ВСПР, естественно, в ней есть собственный интерфейс для просмотра, кого мы услышали, некий журнал, в котором можно либо все подряд смотреть, либо задать какие-то условия поиска. Еще, конечно же, можно посмотреть прямо непосредственно на сайте vsprnet.org, там есть и база данных с запросами, есть и графическое представление в виде карты, кого мы слышали или кто нас слышал. Тоже очень удобно, можно тоже с телефона посмотреть, конечно же, зайдя в браузер, но на телефоне экран маленький и вид не так хорошо, как с компьютера. Но тоже можно и вот прекрасно, например, видно, как эта программа сейчас отправила туда на сайт vsprnet.org все результаты приема и видно, какие станции я принимал, какие станции мой трансивер и вот эта вот антенна здесь, в этой точке в лесу принимали. Удобно то, что в смартфоне есть все сразу необходимое для работы vspr. Нужны точные часы, точное время, есть синхронизация по интернету, нужно определить координаты, чтобы установить QTH локатор. Это все можно сделать в телефоне тоже автоматически по координатам gps. Нужно отправлять данные на сервер vsprnet, кого мы слышали, кого мы принимали, с каким уровнем. Есть интернет в телефоне, в общем смартфон какое-то идеальное место для того, чтобы сделать на нем клиента vspr. Вот теперь такой клиент есть. Была еще какая-то программа раньше для смартфона, которая умела то ли только принимать, то ли только передавать, но в общем не полнофункциональная была. А эта программа полностью все функции поддерживает, все очень удобно. Конечно она пока сырая, наверняка в ней есть куча каких-то недочетов, недоработок, ошибок или еще чего-то, но неважно, она бесплатная и она уже есть, а со временем, может быть автор ее доработает. А теперь почему мне нравится очень система vspr? Потому что она не требует участия человека на другом конце, то есть вот я сейчас здесь нахожусь и я принимаю станции какие-то, которые работают в режиме маяка или я сейчас буду передавать в режиме маяка vspr, а меня услышат те станции, которые работают в режиме приема. Мне не нужно, чтобы для того, чтобы меня услышали, дежурил где-то человек. Если я буду голосом с ним связываться, мне нужно заранее договориться, что Вася послушай меня пожалуйста, или я не буду заранее договориться, а пойду по диапазону искать кто сейчас работает на общий вызов и им отвечу. Но такой способ проверки связи, проверки прохождения работы нашей аппаратуры, антенн, он плох тем, что он не гарантирует то, что обязательно кто-то будет вас слушать в какой-то точке пространства. Если вы с кем-то связались, это не заслуги вашего оборудования или вас. Это просто вам повезло, потому что там был человек в этом месте на частоте на приеме. Просто повезло. А в ВСПР все работает автоматически и непрерывно. Мало того, еще в ВСПР работает все одновременно, то есть если я сейчас буду передавать на ВСПР на двадцатке, все станции, которые в это время находились на приеме, все они пошлют рапорт о приеме меня на сайт vsprnet.org. Я посмотрю за один выход на передачу, за одну передачу свою, сколько меня станции слышал. Обычно это десятки станций. То же самое наоборот. Сейчас программа любая и вот это вот и обычная, которая на PC работает, она принимает две минуты сигнал и декодирует его потом. Декодирует одновременно все станции, которых там было слышно. То есть если было слышно 100 станций, она декодирует, что было слышно 100 и рапорты обо всех 100 станциях отправит на сайт vsprnet.org. То есть система очень универсальная и самое главное не требует участия человека. То есть можно проводить какие-то эксперименты, проверять как распространяются радиосигналы на определенном диапазоне с помощью этой системы. Единственное, что вот к сожалению в России почему-то очень мало радиолюбителей пользуется vspr. Если посмотреть карту vsprnet.org, там есть карта. На этой карте огромное количество станций в Европе, даже в каких-то малюсеньких государствах, которые по размерам меньше, чем моя родная Нижегородская область, там и то очень много будет станций, работающих в vspr. А у нас в России почему-то непопулярно. Наверное потому, что радиолюбителям хочется сидеть и киловаттами на восьмидесятке обсуждать, как они картошку выращивают на своих огородах или еще о чем-то очень интересном пообщаться. Но вот такие системы как vspr почему-то не популярны в России, к большому моему сожалению. Ссылка на программу есть в описании к видео. Автор программы не я, а мой знакомый радиолюбитель, поэтому мне писать предложение о том, что в этой программе нужно улучшить, не следует. Я этой программы не занимаюсь. Теперь при наличии такой программы конечно vspr удобнее стало заниматься, пользоваться. Я думаю, что чаще буду в этом режиме, в этом протоколе работать и не только с 817, а просто взяв с собой любой трансивер там 100 ваттный какой-нибудь 8 9 1 9 9 1, включить его можно тоже на 5 ватт и имея с собой кабель для подключения и смартфон. Смартфон в любом случае всегда с собой есть. Можно хоть уделить несколько времени 5-10 минут и послушать кого в этой местности можно принять на диапазонах в режиме vspr. Вот в общем-то все, что я сегодня хотел вам рассказать о ВСПР и о том, что появилась новая программа для этого режима, для этого вида связи радиолюбительской. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире, изучайте разные интересные радиолюбительские системы связи и не только радиолюбительские, цифровые протоколы и прочее. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте, в фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока!